Музыка Начался учебный год. Прежде всего хочется пожелать всем детям и их родителям здоровья и успехов в учебе. В связи с началом учебы Управления по делам семьи детей совместно с Управлением образования и Краснодарским ГОВД МВД ЛНР в сентябре по ноябрь проводят рейд-урок. Целями рейда являются выявление несовершеннолетних, не приступивших к учебным занятиям без уважительной причины, выяснение причин, по которым ребенок не обучается, принятие мер к законным представителям детей за ненадлежащее исполнение обязанностей по обучению несовершеннолетних, принятие мер по охвату обучением детей. Напомню, что согласно статье 42 Закона ЛНР об образовании, родители, законные представители, то есть это опекуны или попечители несовершеннолетних обучающихся, обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Обращаю ваше внимание на то, что согласно пункта 5 ст. 63 Закона ЛНР об образовании, начальное общее, основное общее, среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. Далее остановимся на проблеме сиротства и детей, оставшихся без попечения родителей. К сожалению, имеется случай, когда в силу различных обстоятельств дети остаются без попечения родителей. И тогда, реализуя основополагающее право каждого ребенка жить и воспитываться в семье, специалистами управления прикладываются максимум усилий для их устройства в семье граждан. Приоритетными формами устройства детей, оставшихся без попечения родителей, по-прежнему остаются в семейной форме. А именно, это усыновление, опека, попечительство, детский дом семейного типа или же приемная семья. Так, в 2019 году выявлен 21 ребенок, оставшийся без попечения родителей. 19 из них устроены в семейные формы воспитания. Всего на территории нашего города проживает 173 ребенка, оставшихся без попечения родителей. И 161 из них проживает в семьях граждан. В нашем городе функционирует один детский дом семейного типа, в котором воспитываются 8 детей, а также 9 приемных семей, где проживают 15 несовершеннолетних. По состоянию на 1.09.2019 года проведено 178 проверок условий жизни детей, оставшихся без родительского попечения. Нарушений прав подопечных выявлено не было. Управлением осуществляется работа по выявлению граждан, желающих взять свою семью на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. В 2019 году поставлено на учет 28 кандидатов в опекуны-попечители, из них 12 прошли соответствующее обучение. Обращаюсь к тем, кому не безразлична судьба детей, оставшихся без попечения родителей. От вашего участия в большей степени зависит, какое будущее ожидает наш город. Возьмите на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, дайте ему надежду на нормальное будущее. Со своими предложениями просим обращаться в Управление по делам семи детей по телефону 2-00-52. Также хотелось бы осветить работу администрации города Краснолуч по профилактике правонарушений и негативных явлений. Так, при администрации действует комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 2019 году комиссия была рассмотрена 16 протоколов об административных правонарушениях. Из них 11 за правонарушения, предусмотренные статьей 5.35 Кодекса Луганской Народной Республики об административных правонарушениях, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних. Два протокола по статье 20.23 Кодекса Луганской Народной Республики об административных правонарушениях за потребление, распитие несовершеннолетними алкогольной или спиртосодержащей продукции. В данных случаях несовершеннолетние употребляли слабоалкогольные напитки. Существует ошибочное мнение, что пиво, слабоалкогольные энергетические напитки типа Рева, Ягуар и т.п. не являются алкогольными напитками. Запомните, что перечисленные напитки содержат спирт, алкоголь, поэтому имеют возрастные ограничения оборота и их употребление. Важно знать, что спирт является природным психоактивным веществом, оказывающим угнетающее действие на центральную нервную систему. В результате опьянения у человека снижается скорость реакции внимания, нарушается координация движения и внимания. Употребление большого количества алкоголя может привести к смерти. Некоторые подростки из-за интереса, неопытности, а порой по причине желания почувствовать себя взрослым, употребляют спиртные напитки. Как правило, впервые подростки употребляют алкоголь в компании сверстников. Так, в конце августа 2019 года в городскую больницу Известий поступил 15-летний подросток с алкогольным отравлением, который употреблял энергетический слабоалкогольный напиток Drink Up. В больнице мальчику оказана была экстренная медицинская помощь. Данный факт свидетельствует о слабом контроле за поведением сына со стороны матери, в отношении которой сотрудниками полиции был составлен административный протокол. Закончился летний период, когда наши дети смогли отдохнуть и оздоровиться. 41 ребенок из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отличника учебы, победителя олимпиад и лидеров ученического самоуправления, были оздоровлены в Республиканском детском оздоровительном центре Солнечный берег Республики Дагеста. Поездка организована благодаря усилиям администрации города Краснолуч и безвозмездной помощи в оздоровлении наших детей Республики Дагеста. Благодаря работе Управления по делам семьи детей, в 2019 году 80 детей льготных категорий оздоровлены в Луганском детском учреждении санаторного типа «Незабудка». Из них трое детей инвалидов. По вопросам оформления детей в санатории «Незабудка», которые работают круглый год, просьба обращаться в Управление по делам семьи детей либо по телефону 2 00 52. Управление по делам «Незабудка» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова